ЗЛОБНЫЙ ВИДЕОИГРОВОЙ ЗАДРОТ ЗЛОБНЫЙ ВИДЕОИГРОВОЙ ЗАДРОТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 12 ДНЕЙ ДЕРЬМОВСТВА ДЕНЬ ВОСЬМОЙ СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ Типичный пример боевиков 80-х с Мелом Гибсоном и Денни Глобером в главных ролях, играющих двух копов с противоположными характерами. Это клише копов-партнеров, но одно из самых лучших в жанре. Каким-то образом этот фильм изобъезжал анальной кары от LJN. Игра сделана Ocean. Может быть, сделаем паузу и будем великодушны к ней? Это не LJN? Так что игра будет хорошей, да? Окей, дайди мне шанс. Ну, она обычная. Обычнее, чем прогулка в солнечный денек. Тут не на что смотреть. А вы хотели обзор, вы его получили. Я просто хожу и луклю плохих парней. Пинаю, струляю. Вот так. Ничего ужасного, ничего хорошего. Просто кнопкодолбительный марафон посреди дороги. В сравнении с версией на SNES, она выглядит как вчерашний желтый подгузник. Графика по стандартам NS нормальная, но задний фон не имеет никакого смысла. Я думал, мы в джунглях, а теперь мы в пустынях Египта. Это ж пирамиды, нет? А, не, это должно быть горой. А, одна из гор просто случайно приняла идеально пирамидальную форму, вот и все. Куда страннее то, что два разных пейзажа имеют такую четкую разделительную полосу, как будто вы просто щелкнули переключатели в реальности. Ну, а логики тут и нет. Логика для телок. Пинать людей так же эффективно, как и стрелять. Ваша нога так же сильна, как и пуля. Вы можете сбить вертолет, прыгая и пиная ее в воздух. Кто так делает? Это невероятно. Ну, если вы, конечно, не гигантская черепаха, владеющая джиу-джитсу с именем художника Возрождения. Мне еще нравится, что можно подобрать гранату после того, как Е уже бросили. Да, активированную гранату, которая сейчас взорвется, просто возьмите, все, будет норм. Вы играете персонажа Мэла Гибсона. И я должен сказать, в духе Смертельного Оружия 3. А я расстроен отсутствием силы собачьих бисквитов. Но где же герой Дэнни Гловер? Как им сыграть? Я попробовал очевидный селект, но это пауза. Старт переключает оружие. Б-атака. А-прыжок. Какая же кнопка нужна, как думаете? Должен быть способ взять другого. Без них обоих смысла нет. Так вот, что нужно. Нет. Этого не было. Боже мой. Чтобы переключить персонажа, надо выйти за предел экрана. Это необычно. Знаете, я видел все. Я думал, что видел все. Может быть, напарник все время следует за вами и ждет? Где-то сзади, где-то он прячется, в темном невидимом пространстве под рамкой вашего экрана. Да что он там делает? Тупо зависает? Смотрит, как другу жопу рвут? Оба персонажа действуют одинаково. Разницы, кроме цвета кожи, нет. Это глубоко. Такое чувство, что игра хочет донести до нас важную мораль. Хотя нет, она просто говно. Даю вам один из совет. Никогда не играйте в игры по фильмам. Они имеют вас с этими играми. Они ебут вас. Ебут и ебут. Они знают, что вы возьмете игру, а когда вы купили игру и поняли, что вас выебали, вы выебаны. А если вы молчите, они будут хотеть ебать вас снова. Они наебут вас, потому что вы хотите игру. Вы считаете, что вам повезло. Они наебут вас с графикой, музыкой, игрой. Наебут, наебут, наебут. Выход за экран, смена персонажа. Это самая тупая вещь в моей жизни. Я сейчас возьму и просто выйду за пределы экрана. И появится кто-то другой? Я слишком стар для всего этого дерьма. Перевел Егор Сузопов. Озвучил Некрозор. Специально для канала Трио Толстяков.